Элитный парфюм, подобно сумочке от известного модельера, делает образ более стильным и статусным. И вот однажды мы влюбляемся в волшебный аромат с пробника и отправляемся в проверенный магазин, чтобы купить дорогие духи знаменитого бренда. Но как же сильно разочарование, когда запах оказывается совсем иным, или держится не дольше получаса. И дело не в том, что духи оказались подделкой, хотя и такое бывает, а в том, что капризный парфюм требует достойного обращения. Вот 7 секретов, которые помогут правильно познакомиться с духами и использовать парфюм так, чтобы надолго окружить себя чарующим шлейфом незабываемого аромата. Секрет 1. Познакомьтесь с ароматом перед покупкой. Прежде чем совершить покупку, важно ощутить аромат таким, какой он есть. На этапе выбора есть три тонкости. Не использовать блаттеры. Бумажные полоски не раскрывают полностью все оттенки парфюма, искажают его. Наносить на собственную кожу, а не консультанта или подружки, каждому человеку свойственен особый запах. У каждого из нас определенная температура тела, интенсивность кровообращения, поэтому одни и те же духи на каждом ощущаются по-разному. Походить с ароматом несколько часов, а еще лучше провести с ним ночь, сразу после нанесения судить о духах нельзя, так как сначала чувствуются лишь верхние нотки, а базовые и нижние не ощущаются. На этапе тестирования наблюдаем за ощущениями, головокружения, тошноты и другого дискомфорта быть не должно. Секрет 2. Обеспечьте достойные условия хранения. Отличное место для хранения духов – шкаф, защищающий парфюм от солнечных лучей, повышенной влажности и завистливых взглядов подружек, которые непременно захотят попробовать дивный аромат. От привычки держать флакон в ванной, где слишком влажно и жарко, стоит отказаться, в таких условиях запах быстро деформируется. Секрет 3. Используйте послеводных процедур и увлажнение кожи. Самый подходящий момент для нанесения парфюма после принятия душа или ванной – распаренная кожа легче впитывает запахи. Если кожа жирная или нормальная, переживать за стойкость духов не стоит, а вот на сухой аромат раскрывает хуже и держится недолго, поэтому «бывалый» рекомендует перед тем, как нанести парфюм, увлажнить эпидерми с кремом или маслом для тела, конечно, без отдушек, чтобы не создать конфликт запахов. Отличное решение – купить крем или лосьоны с той же серии, что и духи, большинство производителей предоставляют такую возможность. Секрет 4. Наносите на «волшебные точки». Лучше всего парфюм раскрывается в тех местах, где пульсация крови ощущается сильнее всего, температура тела здесь немного выше, что и обеспечивает более быстрое и качественное раскрытие и распространение аромата. Поэтому духи рекомендуется наносить – на запястье, на шею, замочку уха, на затылок, на сгиб локтя, вложбинку на груди, под колено, хорошо впитывают аромат волосы, можно нанести капельку духов на деревянной гребень и расчесать локоны. Секрет 5. Знайте меру. Достаточно одной капельки духов для каждой точки, чтобы окутать себя любимым ароматом. Если использовать один и тот же парфюм долгое время, станет казаться, что он быстро улетучивается, и захочется наносить его чаще и чаще, однако делать этого не стоит. Профессионалы считают, что если вы почти не чувствуете аромат своих духов, они вам подходят, если же вы «слышите» запах, значит, вы либо переборщили, либо он просто не для вас, в зависимости от того, насколько комфортно вы себя чувствуете. Секрет 6. Исключите трение. Кажется таким привычным потереть запястье друг от друга после нанесения духов. Однако делать этого нельзя. Элитный парфюм представлен сложными композициями, которые постепенно раскрываются при контакте с теплой кожей, поэтому не стоит после нанесения духов тереть кожу, пытаясь ускорить этот процесс, чтобы не сломать букет. Секрет 7. Не душите одежду. Не нужно душить одежду, перчатки, шарфики и платочки, смешиваясь с запахом текстиля, аромат звучит не так сбалансировано и гармонично. Кроме того, ткани хорошо впитывают, но плохо отдают запахи, а на светлых материях и вовсе могут остаться пятна.